Всем привет! Сегодня у нас тема продвижения индусская. Индус у нас по имени Александр. Сейчас он нам задвинет все преимущества и недостатки своего метода продвижения. Работаем с ним вместе, уже попробовали, все протестировали, сделали несколько заходов, потому что на данный момент до последнего времени существовало у нас основное направление, это продвижение через индусов одного, двух, трех высокочастотников. По этим высокочастотникам мы и работаем. Но недавно запустился у нас аналогичный проект по поводу большого количества частотников, но по заявлениям, что там запускаться будет все подряд, но если посмотрите мелким шрифтом, там гарантии не дается. То есть основное, это гарантии не дается. Мы тоже можем заявить, давайте нам 50 своих ключей, мы вам будем крутить, не знаю где, на чем и как, но без гарантии, мне кажется, это неправильно, потому что деньги немалые. Ну, по крайней мере, конечно, миллионерам-то это, конечно, не деньги. Но для меня лично там 400-500 долларов – это нормальная сумма денег. Соответственно, за это человек, когда покупает, должен, мне кажется, получить какие-то гарантии. И мы долго смотрели, пробовали, считали маржу, считали, чтобы можно было заработать нам, чтобы было это в разумных пределах. Определили формат, и вот Александр как раз расскажет. То есть у нас сейчас на данный момент такая история. У нас есть несколько предложений. Первое предложение – это… У меня высокочастотники, соответственно, которые… Дети нас тут бесятся. Вот, значит, высокочастотники, получается, 200 долларов теперь мы сделали. То есть посмотрим, как это будет выглядеть. Продвигаем любые высокочастотники абсолютно. Единственное, 200 долларов – это для обычных высокочастотников. Для каких-нибудь там чехлов iPhone 7, для каких-то мега-суперкрутых, необычных, так скажем, ключей. Это отдельно, в индивидуальном порядке. Сумма будет дороже, но в разумных пределах, опять же. Но вот 90% высокочастотников – это 200 долларов. Выводим примерно в течение двух недель или быстрее. Ну, как правило, получается так. Уже много раз попробовали, то есть вот поменяли. То есть цена у нас недавно еще была от 200 до 300. Вот сейчас опустили до 200, потому что снизили себестоимость, так скажем. Второе направление – это удержание на первой странице. Удержание заключается в том, что когда человек вывел на первую страницу свой товар, мы держим 10 дней гарантированно. После этого только забираем деньги, так скажем. Получается то, что товар бывает 10 дней провисел, потом еще 10 дней, например, там, какое-то время начинает падать. Это у всех так. По высокочастотникам удержаться намного сложнее, чем по среднечастотникам. Вот. И получается такая ситуация, что нам деваться некуда и думаем, что делать дальше. Если вы не сильно упадете, придется опять платить за продвижение и так далее. Но есть вариант альтернативы – оплатить абонентскую плату. Абонентская плата 30 дней, деньги снимаются после 30 дней на первой странице. То есть получается, если вы будете продвигать товар за 200 долларов, вы выйдете 10 дней, продержите гарантированно. Как минимум еще, я уверен, дней 10 еще протусуетесь там, увидите спад, скажете, я хочу еще. То есть получается практически 2 месяца, и вы за 400 долларов можете высокочастотник держать. Если какой-то ключ невероятно тяжелый и так далее, который там iPhone 6 7, там, я не знаю, 400-500 долларов, надо высчитывать, каждая ситуация отдельно. Стоимость абонентской платы держать месяц будет ровно такой же, который будет стоить продвижение. И третье направление, самое основное, о котором мы, в принципе, сейчас будем рассказывать, Александр будет подробно о нем расскажет, это именно продвижение среднечастотников, среднень-низкочастотников, 12 штук, удержание 10 дней. Как правило, это затрагивает быстрее, чем 2 недели, но в любом случае, то есть постепенно, постепенно, постепенно. С гарантией, опять же, 12 – это гарантия, 12 штук, и гарантия удержания 10 дней минимум. Ну, имейте в виду, почему я очень давно хотел низкой среднечастотники, потому что там удержаться гораздо проще. То есть оттуда, так скажем, упасть гораздо сложнее, если ваш товар нормально оптимизирован, он туда пришел, туда, куда надо, если вы торгуете bow for dogs, значит, должны быть мечи для собак, а не для кошек, не для детей там и так далее. Так что в этом отношении условия, условия у нас такие, вам дается примерно 15 ключей, ну и, соответственно, продвигаем 12, но это гарантированно. В принципе, передаю слово Александру, он, думаю, уже более подробно остановится на последнем вот этом варианте, ну и меня поправит, если я где-то был неправ. Все, рассказываем. Да, всем спасибо. Скажите, можно еще раз плюсик, если меня хорошо слышно, поставьте плюсик, пожалуйста. Я сразу табличку открою. Да, все, плюсики пошли, спасибо. Давайте расскажу пару слов для начала, в принципе, про продвижение, чем мы отличаемся от других и почему там стоит нам заказывать, доверять. Первое, вот как Денис сказал, это, конечно же, гарантия, которую мы даем 10 дней, вот мы выводим, 10 дней держим, только потом мы с вас берем деньги. То есть никаких ланцев, никаких «давайте деньги вперед, выведем завтра», «послезавтра летим», неделю. То есть мы так не работаем. Второе, это вот наш новый формат. Ну вот Денис сейчас вывел картинку, показывает. То есть мы работаем абсолютно на всех площадках Амазон и тарифы на всех площадках одинаковые. То есть мы сталкивались с тем, что разные ребята, которые занимаются аналогичными выводами, там берут за Европу евро, за Британию пунктах, ну в общем устраивают людям кашу в голове. То есть мы против этого. Мы берем одинаковые тарифы на всех площадках, чтобы было просто и понятно. Чтобы ты там не считал, каждый себе не считал, что вот за это он должен заплатить в австралийских долларах, это в канадских долларах, это в американских долларах. Это проще и не забиваем людям голову. Держим 10 дней, то есть по первому формату это выводим там в топ-12 любое абсолютно ключевое слово, держим 10 дней. Вот далее, вот как Денис рассказывал, все зависит от вас. можно по абонентской плате за те же 200 долларов 30 дней. То есть мы гарантируем, что вы будете, если даже не топ-12, но топ-14, иногда топ-10. Иногда получается... Первая страница в любом случае. Фиксируем сначала первой страницы. Да, то есть сначала первая страница, потом уже месяц точно будем на первой странице. Второй формат, над которым мы работаем и вот активно продвигали, это среднечастотники. То есть мы посчитали, что в принципе у каждого слова есть порядка там 2-3 высокочастотных запросов. Все остальное, это идет, как правило, среднее и низкочастотное. То есть за 12 слов мы берем 400 долларов. Ситуация точно такая же. Каждое слово выводится отдельно, фиксируется на 10 дней. После этого берется оплата. Оплата не за каждое слово отдельно, а за пакет. Вывели 12 слов. Вот после вывода последнего 12 слова фиксируем 10 дней. После этого списывается оплата. Удержание всех 12 точно так же в месяц равняется стоимостью пакета. Если хотите, вот сами не держитесь там на органических продажах, то опять же 400 долларов и 12 слов мы держим целый месяц. Если, например, вы заметили, что обонплата также 400 долларов. Если после вывода 12 слов вы, например, заметили, что 6 слов у вас держатся, 6 падает. Точно так же можно 6 поставить на обонплату. Можно не так сделать, можно просто добавить еще 6 просто и все. Опять 12 это дело. Вот взять на обонплату, 6 добавят и получим уже 18 слов. Но, грубо говоря, мы отталкиваемся от цифры 12 в любом случае. сколько виш-лист нужно для вич-листов от и до. Что такое? Вич- высокочастотник? Ну, смотри, Саш, если в принципе виш-листы они продают, я знаю в этом видео кучу рекламных по виш-листам, они продают за 15 долларов шосток вит-листов. Вопрос, какой от них тебе долг? Вот. Если тебя просто подобавляют виш-лист, тебе ни холодно, ни горячо от этого не будет. Люди, которые добавят, они добавят с левых аккаунтов и продаж тебе это никаких не принесет. То есть, ты объясни, зачем тебе это? Помимо виш-листов есть шоп-листы, есть вопросы, есть корзина, много всего, чего есть. Так, Алекс, да, 400 мы берем за вывод 12 слов на первую страницу, далее держим 10 дней каждое отдельно взятое слово и потом есть вариант или мы продолжаем сотрудничать и обонплата идет за все 12 слов 400 долларов в месяц, либо держишься на органических продажах и можно добавлять, убирать, в зависимости от того, как у тебя слова висят или хорошо ты закрепился или нехорошо ты закрепился. Ловите просто главную мысль, что удержаться на высокочастотнике в разы настолько же сложнее, вот мы видите 200 долларов там пускай раньше 300 брали, вот это в разы сложнее удержаться на высокочастотнике, чем на низко и среднечастотнике. Я многих знаю людей, которые даже Payper Click крутят по среднень и низкочастотникам. Им не надо какие-то там великие там продажи или еще что-то, им надо стабильные продажи, чтобы не было проблем с негативными отзывами. Залазишь в топ, начинаются топовые проблемы. Так что имейте в виду. Вот в этом весь и смысл, почему мы и стремились найти вот этот вариант, потому что я лично продвигаю раздачу исключительно по среднечастотникам, низко и среднечастотникам. За это я и хотел себе еще получить именно вот эту вот тему для продвижения более массово, потому что на раздачу ну сколько, ну 30 штук я могу раздать, ну 50, ну с 50 я смогу вывести, ну я не знаю, максимум 10 низкочастотников. Максимум, потому что все равно на каждую надо по пятаку потратить. Ну вот ты сами представляешь, 10 я вывел через органику и еще, грубо говоря, там 12 здесь. Ее-мое, 20 с лишним частотников на первой странице, даже по одной генерации, это даже по полу, это уже 10 продаж в день. Не обязательно генерация идет только с высокочастотниками, тем более тут разговора нет. Тут же разговор о том, что высокочастотников, ты их там раз-два и обчелся. Ну бывает, да, там от одного, там бывает от одного, там какой-нибудь can opener, я не знаю, какой у него еще есть. Если возьмем какой-нибудь тумблер, там да, тумблер, Mac и кап, например, там три высокочастотника. Вот, и пошло. То есть, а если говорить, вот вы сейчас видел вопрос, супер высокочастотник, есть исключение из правил. К каждому правилу есть исключение. Вот, например, чехла iPhone 7, там, например, case iPhone 7, да, с ним геморрой. И почти, ну, по крайней мере, с кем-то сми работал, они всегда отказывались или тормозили. Потому что они говорят, не рентабельно. Просто все можно сделать. Просто не рентабельно. Мы можем этот ключ вывести, просто будем разговаривать по этому поводу отдельно. Мы специально даем такие предложения, цены, 200 долларов за высокочастотник, 400, за 12, ключи, 12. и это 100%. А не просто там разговоры ни о чем, разговоры о том, что там, наверное, вас покрутим, перекрутим, поставим, не поставим. Так, Валер, был вопрос от Валерия по поводу высокочастотных, среднечастотных слов или фраз. Не понял суть вопроса, но... Ключей, ключей. Ключ может быть и фраза, и слово. Не имеет значения. Это ключ, кейворк. Да, то есть, например, если garlic press, это одно слово, там один ключ, а не два. Да, да, естественно, не слова. То есть, да, более корректно, мы не слова продвигаем, а только ключи. Выдаются нам ключи? Какие у вас? Garlic press будет по-любому высокочастотник. Я могу и так сказать. Ну, это я как пример. Так, Саша, привет, подскажи, пожалуйста, как понять, что товар уже сам держится на ключевой фразе, ее больше не продвигать. Тут, в принципе, Костя, один вариант всего лишь, это сначала не брать абонентскую плату и посмотреть, что с ним происходит. Да, торопиться никуда не надо, никогда. Ты понимаешь, что ключ твой не держится. Плюс ты поймешь по продажам своим и по продажам конкурентов. Если конкуренты продают там пять-шесть раз больше, естественно, у тебя ключевое слово скорее всего упадет. спрашивал, по-моему, Володя про, есть ли пакет на шесть слов. Нет, пакета на шесть слов нет, потому что, опять же, не хотим морочить людям голову. То есть, как, есть там разные люди, которые предлагают там, давайте там десять пакетов сделаем, там в одном там будет шесть слов, во втором двенадцать, третьем восемнадцать. Мы не хотим морочить людям голову, не хотим морочить голову себе. Вот, есть пакет на двенадцать слов, который разработан, который мы понимаем, будет рабочий. У каждого запроса, в принципе, у каждого товара найдется легко двенадцать слов, которые желательно поднять там в среднечастотных. Поэтому, ну вот, мы решили, что один пакет... Будет шесть, будет шесть. Спросят про три потом, спросят про два, потом про один, давайте один за десять долларов. То есть, здесь есть конкретное предложение, есть подсчет, грубо говоря, затрат, трудозатрат, сколько времени потратить, сколько людей будет делать, потому что, расскажи еще, как мы это делаем, потому что мы же не, не программно, это все делается не программно. Сейчас отвечу еще, вот на вопрос, Алекс Чукардин. А если пять слов вы держались на десять дней, а остальные провисели семь дней и ушли, вот поэтому мы даем гарантию на каждое отдельное слово десять дней. Мы фиксируем вывод каждого отдельного слова десять дней, и только после вывода аж последнего слова десяти дней мы снимаем деньги. То есть, каждое слово минимум десять дней у вас висит. То есть, если оно не провисело, мы пропорционально возвращаем деньги. все крайне просто. Вопрос по продвижению пакета двенадцать слов можно договориться не на первую страницу, а в топ-3 на первой странице. Или потом уже такие веб-бат. Ну, короче, не на первой странице, а именно в топ-3. Сколько это будет стоить? Надо посчитать. В принципе, это можно сделать. Какая разница? Амзат, это лучше ты, Дениса, добавь в скайп. Да он меня знает, мы друг друга знаем хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, что это просто отдельный разговор, не для... У меня просто не было задачи, да, мы уже давно как бы не ломимся в топ-3, в топ-5, это просто зря трата денег. Опять же повторяюсь, из-за того, что там удержаться сложнее, зря потрачены деньги. Вот в чем дело. Потому что у меня есть кто, мы чехлы продвигали, и понтов нет. Но люди слили это товар и забыли. И мгновенно ты оттуда вылетел. Тебя перестали подержать, ты просто пулей вылетел. А когда ты непосредственно держишься просто органически практически, то есть в середочке и нормально. Меньше затрат, это все же делается и курсу нашей по обучению. И здесь мы стараемся просто, во-первых, есть конкуренты, мы не в вакууме живем, а во-вторых, мы стараемся именно просто оптимально сделать предложение из того, что есть. И, соответственно, считаем затраты. Вот. Мне кажется, это вот такой самый правильный путь. Тем более цены сам, видишь, падают, падают, потому что падают, падают, а не постепенно все падает. То есть еще недавно затраты были другие, вот. Сейчас как-то все оптимизировать умудряется. Я помню, когда мы начинали в сентябре месяце, разговор там и по 1000 долларов люди готовы были заплатить, чтобы их на первой странице вывать. А сейчас и по 100 долларов есть кто выводит. Просто все делают по-разному. Затраты у всех разные. Кто-то программно, кто-то вручную, у кого-то долго держится, у кого-то недолго держится, кому, как, где нравится. Сейчас давайте расскажу про методы, чем отличается вообще программный вывод и ручной вывод, как мы работаем, в чем разница. Еще один вопрос, Виктор, Баучак, как вообще подобрать и определить эти киворды, средний частотник или высокий частотник, это дальше будет. Да, это во-первых. Ну, есть как бы, мы обучаем, в принципе, по поводу вот этого, то есть, да, по большому счету все это продвижение, это исходник. В идеале, в идеале, да, сделать надо качественный листинг, качественный, по-настоящему. Почему я говорю по-настоящему? Потому что можно сделать качественный листинг, но не заточен под эти ключи. То есть, мы что делаем, вот, обучая, там, консультируя и так далее, мы пытаемся заточить свой нож. То есть, мы делаем кейворды, делаем тайтл исключительно под тот метод продвижения, который мы будем двигать дальше. И если у вас даже, например, заказали индусом, они там сделали по-своему, а фотограф сделал по-своему, там, вы чуть-чуть сами переделали, и даже пускай все это платный качественный, но потом, например, мы начали делать вот это продвижение, вы при любом раскладе должны понять, индексируются ли у вас эти фразы еще. Просто если вдаваться в подробности, здесь в идеале надо сначала все подготовить. и чтобы высокочастотники лучше удержали за счет цены, за счет фото, за счет качественного листинга. Вот. Это идеальная история. То есть, ну, не каждый может, очень многие просто приходят, дают ключи и продвигают товар. Так проще многим кажется. Но в идеале, в идеале надо подготовить свой листинг именно под этот способ продвижения. Подготовить листинг, фото, цены, все это запилить, проверить индексацию всех этих ключей до одного. Мы не сможем толкать ваш товар, если он в изобилии, вы на Амазоне не показываете. Нам в любом случае вы должны будете страницу сказать. На сотый или на четырехсотый. Даже низкочастотник все равно может быть где-то в вакууме находиться, где-то вообще очень далеко. И, то есть, пока его нет, мы не сможем это сделать. Вот. Из-за этого вы должны понимать, что все надо оптимизировать. Но очень многих денег нет на это, на это, на это, еще и пейперкли. Из-за этого мы предлагаем просто кусками. Кто-то курсы просто учатся. То есть, как правильно все делать. Кому-то нужны кейворды, кому-то надо все понять, как сделать. Обращайтесь, чем сможем, поможем, по крайней мере, объяснить. Давайте теперь перейдем к теме программной раскрутки, ручной. Чем мы отличаемся? Опять же, мы занимаемся сугубо ручной раскруткой. Если на примере каждый, в принципе, мог понять, чем вот глобально отличается это все. Вот представьте себе ситуацию, да, вы пришли на рынок покупать фрукты, овощи. Если, есть вариант такой, что или вы приходите на рынок и видите лавку, на ней там 50 овощей, 50 фруктов, и вы можете выбрать, какой вам нравится. Вот это формат, ручной раскрутки. Если вы приходите и видите только один апельсин, конкретный, вот это формат раскрутки, которой занимается автомат. Автомат заходит на Амазон и видит только ваш конкретно товар, ваше конкретно ключевое слово. Когда ребята заходят вручную, они видят многие товары, они могут зайти на соседние товары, то есть, что не делает автомат. Автомат никогда не зайдет на любой соседний товар. Поэтому Амазон часто видит, что это работает робот, который конкретно зашел, нашел вас, кликнул, сделал какие-то полезные действия, вышел. Вручную все происходит в принципе так же, но можно зайти на другие товары, потому что Амазон как бы тоже система не глупая и понимает, когда работает робот, когда работает человек. То есть, есть определенное время сеанса, которое робот может выдержать, например, строго, да, там, две минуты на один заход с одного аккаунта. У человека это получается две минуты, три минуты, две с половиной минуты, то есть, это намного сложнее выцепить самому Амазону, что это не роботизированная программа. Ну, и главное, что при получении каких-то полезных действий с вашим товаром трогаются и соседние товары, дабы в принципе все сохранить в тишине и спокойствии и чтобы никто не заметил, что у вас там перебор с трафиком или еще что-то. Вот это главное отличие. Мы работаем вручную, поэтому в принципе вот вопрос был от Владимира по безопасности можно попасть под банк. Под банк можно попасть в любых случаях, но в плане раскрутки еще не попадали. То есть, мы занимаемся этим довольно давно, всегда занимаемся руками, вот вручной раскрутке еще никто никогда под банк не попадал. С автоматом не могу сказать попадали или нет, потому что я этим не занимался никогда. Про других говорить не буду, пусть каждый за себя говорит. это вот чем по сути отличается и почему вернее как мы это делаем. Я бы хотел чуть добавить, я чуть-чуть не согласен в плане того, что там заходят они на чужие и не заходят эта программа, потому что сам консультировал людей, которые эти программы делали, как надо заходить и снимал видео, показывал и рассказывал и также говорил заходишь, сначала создаешь этот аккаунт, заходишь на первую страницу, переходишь на вторую, заходишь на соседний аккаунт, все это можно сделать. Но рандом есть рандом и очень сложно в программу заложить вот эти вот секунды, это для нас, например, там, ну, примерно две минуты потусовались, а для программы она строго там все действует. На программе невозможно практически заложить, написать разные вопросы. На программе много чего нельзя сделать. Из-за этого программно практически многие, так скажем, я не говорю все, но очень многие с программами именно буксуют для тяжелых фраз. Сами можете с ними пообщаться и посмотреть. Хотя, например, индусы в ручном режиме тоже, вот я со многими общался, они отказываются от таких вот забористых ключей, типа iPhone, чехлой 7, или какую-нибудь еще такую же древнюю, где там бешеный трафик, как они говорят, что органический трафик превышает наш неорганический трафик. Так что запрограммировать-то можно, но в любом случае человек это не рандом. Я это и полгода говорил назад, и сейчас могу сказать. Программу рандом заложить нельзя. И программу программу скорее вычислят, потому что ну, можно заложить какие-то вариации действий, но она в любом случае будет повторяться. Вот и все. Далее предлагаю обсудить вопросы, как разобраться в высокочастотный запрос, в низкочастотный, в седьмычастотный. Второй бланк открыть? Что? Бланк второй, говорю, открыть? Да, да, да. Здесь мы подготовили специальные там бланки заявок на вот эти пакеты, вот, что в принципе и вам было просто, и нам было просто, и не возникало куча вопросов. Вот это вот конкретно сейчас Денис открыл бланк на высокочастотный. Заполняем просто серые поля, вот наверху понятно ваш осин, внизу ключевое слово, там ключевая фраза, и на какой позиции вы сейчас находитесь. То есть вы должны найти себя по данному ключевому слову на какой-то позиции. то есть возможно это там будет 50-я страница, 60-я страница, возможно 120-я страница. Вот, но вот в принципе это часть работы, которую должны сделать вы для того, чтобы получить хороший качественный сервис. то есть вы заполняете от нас никаких лишних вопросов, и соответственно от вас в принципе ожидается вот три показателя осин, ключевая фраза, и текущая позиция. Да, в O-departments. Если O-departments показывает только 20 страниц, и вы себя не нашли в O-departments, тогда заходим в свою категорию, там это Sport and Outdoors, вот Саша как раз рассказывает, если вы не нашли в O-departments, заходим конкретно в категорию, где вы находитесь, это Home and Kitchen, Sport and Outdoors, там что угодно, Beauty, там 400 страниц, и там вы себя 100% найдете. Вопрос, что нужно, конечно, потратить там полчаса, час, но вы там себя найдете 100%. Если у вас индексируетесь по этому слову. Опять же, возвращаемся к вопросу о правильном написании листинга, вы должны индексироваться. Если вы не индексируетесь, то вы там никогда и не появитесь. Все логично. Используете ли вы в продвижении транспарентные IP? Блин, если бы я знал, что такое транспарентные IP, можно как-то таким понятным для людей языком написать. Видимо, транспарентные IP это разные. Да, в принципе, это одно из главных. Это естественно, это самое главное. Как без этого? Нельзя с одного IP-шника заходить под разными аккаунтами. Ты даже не можешь открыть два аккаунта продавца с одного IP-шника. Да, прозрачный прокси. Используем только разные IP-шники. Если мы продвигаем в Штатах, используются IP-шники из Штатов. Если Канада, это канадские. то есть с одного IP, конечно, ничего не делается. Как сделать, чтобы ключевые слова индексировались? Ну, это уже вопрос просто к написанию листинга, то есть ты должен их прописать в тайтле, прописать в буллет-поинтах, прописать в Search Terms и увидишь, что у них все будет индексироваться. Теперь предлагаю перейти на закладку третью, там, где у нас по пакету. Бланк заявки, правильно? Да, да, третий. Открыл. Когда про транспарентность я хотел сказать, сейчас пойду в свою библиотеку, открою словарь Дали. Так, Амзат, если нет человека в 20 страниц о Departments, но есть в нише 400 страниц, потом продвиньте данный ключик, в любом случае в All Departments, верно, да. Если продвинем, то всегда берется, вот, там, первая страница, это всегда All Departments. Есть исключение, когда Амазон сам автоматически показывает тебя, например, если это категория Beauty, и ты вбиваешь там, ну, я не знаю, какой-то шампунь, он, Амазон автоматически показывает его в категории Beauty. Соответственно, там важнее категория Beauty, но это скорее исключение. Как правило, Амазон всегда показывает в All Departments. И Baby такая же история. У детских товаров тоже похоже. Ну, то есть, мы говорим всегда об All Departments за исключением тех категорий, где Амазон автоматически отображает в своей категории. Просто в Baby, например, бывает такая ситуация, что в All Departments 20 листов всего, а в Baby 400 по конкретному запросу. Так что есть просто корректировки. Вы сами определяете, какой вам нужен департамент. Потому что надо понимать одно. Как люди ищут ваш товар? Самое важное. Если ищут люди ваш товар, не нажимая на департаменты, смотрите, в каком... При нажатии вашего ключа в браузерном саке Амазона, вылезет департамент, потяну и заказывается. Не надо велосипед придумать. Так, Алекс, прозрачный прокси-сервер меняет ваш IP-адрес на свой, но ваш реальный IP все равно присутствует в вашем запросе. Таким образом, если веб-сайт пришли до прилега... Так. Слушай, ну вот, честно, я не технарь сам по себе. Мне очень тяжело конкретно ответить на такой вопрос. Я могу объяснить, что каждый заход идет с уникального IP-адреса. То есть, не знаю, как это технически происходит, потому что... Ну, мне сложно давать вопрос на тот момент, где я не специалист. могу объяснить только, что работает таким образом, что каждый заход с каждого аккаунта, который делает вам полезные действия, идет с отдельного белого IP-шника. Вычисляется изначально или нет, это очень тяжело. Могу я сам создать разные аккаунты через браузер в Тор, заходить на свой листинг и делать полезные действия. Amazon спалит меня. Да, спалит, скорее всего, потому что аккаунты, которые созданы вот просто так минуту назад и сделаны полезные действия, они абсолютно не засчитываются. Можно хоть тысячу аккаунтов создать, тысячу расклад снуть, эффекта никакого не будет. И Тор не любит никто, его сразу палят. Да, Тор такая штука очень ненадежная. Вот. Давайте вернемся теперь вот к тому, что сейчас показывает Денис. Вот это у нас бланк заказа на средней частотнике. Здесь чуть-чуть нужно поработать больше, чем с отдельным ключевым. Опять же, наверху мы вписываем асин, прописываем 15 ключевых фраз, которые мы считаем, как мы определяем для себя высокочастотник и средний частотник. я конкретно пользуюсь программой Merchant Words. В принципе, процентов 50 людей тоже пользуются этой программой для поиска товара. Я считаю, есть два условия, которые должны соблюдаться, чтобы это было средней частотник. Merchant Words должен показывать не более 100 тысяч запросов товару по конкретной фразе. то есть если уже идет 200 тысяч, 300 тысяч по этой фразе, я считаю, что это высокочастотник, а также количество конкурентов, которые соревнуются с вами за эту ключевую фразу. Как проверить количество конкурентов? Все, в принципе, крайне просто. Заходим на Amazon, вбиваем любое слово, тот же Garlic Press. Вот я зайду, и слева под страницей поиска мы увидим, ну то есть левее под страницей поиска мы видим всегда результат Amazon. То есть вот конкретно по Garlic Press он слева выдаст 1-16 of 4392 results. То есть Amazon говорит, что по ключевому слову Garlic Press индексируется там 4400 товар. Вот, если у вас количество конкурентов не превышает 7000, мы считаем опять же, что это среднечастотное слово. Если у вас количество конкурентов больше 7000, то есть больше 7000 человек продает по этому ключевому слову, мы его переводим в категорию высокочастотных. То есть должно соблюдаться два условия. в принципе вот эту табличку вы заполняете сами. То есть есть ключевое слово Hypergarlic Press. Зашли на Merchant Word, если больше 100000, отсеивается. Если меньше 100000, вбили, посмотрели сколько конкурентов, например, 5000 конкурентов, оно подходит. Исключения опять же тоже бывают. То есть в принципе если это 100000, а Merchant Word показывает там 110, это допустимые отклонения. Точно так же с конкурентами. Если мы определили 7000, а у вас 8000, в принципе это не есть проблемой тоже. Но главное понимать общую логику. Что дано быть не больше 100000 запросов и не больше 7000 конкурентов. Идет ли просадка по другим ключам, которые не продвигаются. Нет. Опять же это прелесть в ручной раскрутке, что автомат лопит по всем ключам практически подряд и начинает делать полезные действия. То есть в принципе когда вы заказываете продвижение через автоматическую, то есть они продвигают одно слово может цепануть другие слова. ну то есть ручной раскруткой такого нет. То есть мы работаем конкретно по заданному слову, на другие оно никак не влияет. Денис, тебе подсказывают включить зарядку, потому что аккумулятор садится. Я вижу. Я за ним и ходил. в принципе вот эту табличку на заявке можно будет я думаю мы разместим в группе и каждый сможет себе скачать. То есть это упростит заполнение и отбор средне высокочастотных так и нам в плане быстрой работы. По времени вывода Денис сказал, что занимает порядка двух недель. Как оно и есть. вот сейчас мы уже взяли в раскрутку несколько человек вот одного то есть опять же на пакет по 12 слов. За последнюю неделю у нас вышло, что и по одним ключевикам по одному товару за неделю вывели за 7 дней 6 слов, по второму за 4 дня тоже 6 слов. То есть мы ориентируемся на 2 недели, но берем скажем так небольшой резерв для себя в размере трех недель. И опять же выводим каждое отдельно ключевое, вам сообщаем, что вот сегодняшнего дня вот там ключевое вышло на первую страницу, фиксируем 10 дней на первой странице. Вот не знаю, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. пока паузу, тогда скажу, если как по плате. По плате в принципе все то же самое, как и раньше. то есть мне оплачивают заранее, я оплачиваю Александру только тогда, когда полностью выполнено с вашего разрешения, чтобы мне за вами не бегать, а он точно уже знал, что все оплачено, работа есть. Если какие-то будут проблемы с невыплатой, естественно, я гарантирую, что все это будет возмещено. Если не будет как вот сейчас разговор о 12 слов, мы просто сделаем замену или решим пропорционально возвратом денег. то есть в любом случае для нас репутация важнее, чем какие-то там моменты, связанные с вот этим негативом. Все бывает, бывают разные слова, можно не учесть, и стопроцентная гарантия заключается в том, что мы или выполним работу, или вернем за нее денежку. Павел Далкин. Покупки и отмены заказов есть при продвижении? Нет. Покупки и отмены заказов мы не делаем, потому что Амазон очень плохо на такие вещи реагирует. Если у вас всего там, например, будет за неделю, ну, к примеру, 50 продаж и 100 отмен, то вот здесь очень высокий риск все-таки бана и проблемы с выдвижением. Амазон не любит товары, которые часто отменяют, плохие отзывы, на которые идут, с ними много проблем. Мы таким не занимаемся. Виктор, какие именно полезные действия делаете и можете ли продвинуть на Амазон Д? Продвинуть на Амазон Д без проблем можем, обращайтесь вот к Денису. Абсолютно все то же самое, как и на всех других странах. Германия, Англия, Франция, Америка, Канада, Мексика, Япония. Какие именно полезные действия? Здесь, в принципе, есть разрешенный Амазоном алгоритм А9. Можно кучу всего полезного и интересного прочитать про него в интернете, если вы одете английским языком. Ничего незаконного мы не делаем. То есть, Амазон, например, разрешает добавить в корзину, мы можем добавить. Амазон разрешает добавить в git IDS, мы можем добавить в git IDS. Амазон разрешает в git мы добавляем в git в git Амазон разрешает в шоп-лист, мы добавляем в шоп-лист. То есть, в принципе, вот все, что разрешено алгоритмом А9 Амазоновским, мы это все делаем. Дальше. Амазон в таблицем в таблице 15 слов продвигаются 12 или 15. Продвигаются 12, вы заполняете 15, мы на выбор берем 12. Тоже для запаса. Маневр, чтобы у нас был. То есть, если вдруг там 11 получилось, а 1 нет, мы берем просто для себя замену одного слова и его продвигаем. Вы используете виртуальные машины или все с одного ПК? Это важно, так как если с одного ПК высокий шанс политься. Мы используем разные машины, то есть, у нас не один компьютер, с которого это все двигается, потому что с одного это даже нереально сделать. То есть, это ну вот сколько раз человек может спокойно зайти с одного компьютера, сделать какие-то полезные действия, побыть определенное время онлайн там покладывать. Ну, то есть, с одного компьютера это невозможно просто сделать физически. То есть, если ты сам попробуешь что-то сделать, ты поймешь, какой результат у тебя будет и будет ли он вообще, если ты просто сам будешь с своего компьютера что-то делать. Скажите, стоит ли браться за такой товар, который можно доставить только морем, так как авиа будет дорого и сильно падает в моржа? В принципе, я считаю, что да. Но у нас в плане выбора товара Денис эксперт, поэтому я думаю, что он лучше ответит на этот вопрос. Но это из другой серии вопросов. Мне кажется, сегодня у нас по продвижению, давайте в этом направлении работать больше. Ну, в принципе, да. То есть, если коротко, то да. Дмитрий подобный, с нулевым отзывом можно вас привлекать или собирать отзывы после плана. Ну, просто неэффективно задержаться-то сложно будет. Неэффективно. будет сложно. Сложно держаться, поэтому, конечно, мы рекомендуем сначала хотя бы там с десяток отзывов сделать, там, желательно с выкупом, чтобы они были верифицированы. Если жалко тратить товар, можно, в принципе, заказать неверифицированные отзывы, это, вот тоже в группе есть Сергей, который занимается неверифицированными отзывами, можно любыми отзывами, абсолютно любыми. А вам любыми занимается, контакт в группе есть, поэтому к нам желательно взяться отзывами, потому что не мы просим отзывы, а просто у вас эффект от этого будет лучше. Так, после аута есть опыт вывода? Да, есть после аута, опыт вывода, с ним сложнее, вот, потому что товар начинает опускаться, поэтому желательно перед выводом сделать несколько разданий, чтобы Amazon снова оживился, увидел, что вот вы вернулись, и тогда продвижение будет эффективно. Если просто взять на продвижение после аута и без продаж, это, конечно, крайне сложный и срок от этого исполнения, будет увеличиваться. Это у нас называется реанимация. Да. Вы делаете полезные действия, столько, что зарегистрировано аккаунт, или ждете несколько дней после регистрации? Мы ждем, потому что свежие аккаунты, Amazon в принципе на них не реагирует. То есть, если вы зашли, сделали какие-то полезные действия, вышли, это аккаунт устышка, таких миллионы по миру в принципе от них толку никакого нет. так, еще вопросы? вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, видимо, вопросов больше нет. Надеюсь, все всем понятно. Если вдруг какие-то дополнительные возникают, то опять же в группе можно писать. Я думаю, что сделаем конкретно отдельную тему по вот этой услуге, где можно будет скачать как бланки заявок на заказы, так и в принципе поделиться опытом, задать вопросы, если что-то придет. Да, надеюсь, под этим видео будем как бы собирать отзывы. Надеюсь, попросим тех людей, которым уже это все сделали, напишут отзывы. Вот, потихонечку будем заниматься маркетингом наконец-то, если сил хватит на это. Ну, вот уже Макс отписал. Ну, вот. Да, мы с ним работаем. Вот. Как раз про его товары я говорил. Вот, неделю 6 из 12 сейчас уже на первой странице некоторые вот, то, что спрашивал, по-моему, Амзат про топ-3, вот, некоторые позиции сейчас там на первой, там, одна или две вышли на первой позиции. Ну, то есть, это все очень зависит сильно от ключевого слова и от конкуренции. и от конкуренции. Амзат еще как зацепился все мы органисты да тут вот еще правильно пишет про конверсию что в принципе желательно конечно начинать вот такое массовое продвижение когда у вас довольно высокая конверсия когда вы уверены что у вас хорошие фотографии хороший листинг главное хорошая цена потому что если вы поставите цену выше бестселлера то у вас двигай не двигай держи не держи никакого толку не будет то есть вы получите там свою одну-две продажи но никак не то ради чего в принципе стоит заниматься Амазон так ну тут вроде уже пошли вопросы друг к другу поэтому я не знаю Денис есть какие-то еще общие да ну не знаю в принципе в большом счете все рассказали цель была одна рассказать про это предложение оно практически уникальное я считаю на рынке есть аналоги но они как бы мне кажется даже рядом не стояли в плане да можно нам здесь в укор сказать что мы не продвигаем типа высокочастотники в этом списке 12 фраз но я знаю десятки людей которым их не продвинули вот и все можно в список включить вам скажем давайте включайте все подряд но вам ничего не гарантируем вам от этого легче станет? я думаю нет мы играем в открытую как всегда говорим то что сделать можем все это просчитано и продумано вот а никакого маркетинга и пиара так что смотрите выбирайте сами варианты разные есть по поводу высокочастотников я думаю все уже там от индусов вообще уже там вспотели просто русскоязычном населении тоже достаточно активно в этом направлении работает вот по поводу большого количества ключей ну вот мы этим занялись надеюсь будет востребовано будет востребовано может быть цена будет падать пока на данный момент работаем в этом направлении так Аликс вы используете публичные или индивидуальные индивидуальные по поводу Янстрамы каким методом продвижения пользуетесь если не секрет ну не знаю широкий вопрос не ну что такое метод продвижения подготовили товар подготовили ядро так скажем сделали все он у вас готов вы туда заложили все эти фразы вот эти 12 штук как минимум еще один высокочастотник не важно сделали тайтл сделали листинг сделали фото все сделали подготовили цену подготовили проанализируем в данный момент какие сейчас конкурентные на ваш товар цена все запускайтесь после этого что мы делаем естественно собираем отзыв естественно собираем отзывы с выкупом для того чтобы получить seo продвижение повышаем конверсию нормальную конверсию цепляемся анализируем через i'm the one тот же самый какие у нас движение может быть подыскиваем еще ключи через кейерт инспектор может быть за кто-то запускает то есть когда мы набираем уже количество отзывов определенное мы принимаем для себя ключевое решение когда запускать пейпер клик или запускать ли его вообще вот каждого решение свое вот из-за этого каждый работает по-разному я как раз этим и специализируюсь то есть разрабатывать стратегии продвижения этого товара уже в комплексе это один из инструментов очень эффективный вот но это не панацея для всего то есть бери любой товар туда втыкай и делай если есть интерес общайтесь пишите звоните я подкорректирую объясню что я как я себе это вижу но вот после как вы получили количество отзывов вы думаете что делать пейпер клик как вы запускаете есть люди профессионалы я считаю надо обращаться к ним все если уже кто-то самоучка уже научился есть результат конечно но в любом случае повысить квалификацию не помешает есть люди которые только этим занимает специализируется только на этом вот следующий этап запустили мы пейпер клик или пропустили вот как раз продвижение через вот этот метод будем называть его ураган вот индусов я буду теперь забывать надеюсь и потихонечку буду вот этим термином пользоваться это принципе небольшой так скажем ну неважно ладно вот название будет такое и мы уже смотрим после того как мы продвигаем обязательно раздаем определенным по специфическим определенным фразам я уже говорил предположим возьмем 30 раздач в среднем мы сейчас делаем людям получается это в среднем 5-6 низкочастотников средний частотников продвигается получается отличная конверсия и с этой площадке все зависит уже от вашего потенциала от вашего товара куда вы продвинулись мы все это анализируем и принимаем индивидуально каждому товару решение что мы делаем дальше с пейпер кликом работаем индусом отдаем индусы это гарантирный выход это вы потратите ровно столько сколько вы хотите но не гарантирует на потом чтобы но если у вас хорошая конверсия у вас уже есть органика и у вас есть амбиции вы соответственно можете уже выбирать свой вариант кто-то все берет а кто-то даже до индусов не доходит и до вот этих всех способов продвижения достаточно органики зацепился там пять-десять продаж имеет осеньком человек обращался он говорит почему конкурентов 40 продаж а у меня 10 продаж всего наверное не до продвинул наверное не на всех ключах сидит наверное не оптимизированный листинг наверное не очень хорошие фотографии и не конкурентная цена а может быть какие другие причины этим надо заниматься разбираться но за вас за вас никто самый лучший листинг не напишет никогда никто никогда за вас не сделает какой-то анализ это ваша работа если вы сидите на одном товаре вы соответственно будете облизывать его работать над ним думать но если будете конкурировать с большой какой-то компании там есть спецы которые просто один раз наладили и это контролирует то есть вы можете принципе лучше не взял вот там может там или вам будет больше нравиться но это сложно то что бывает многие компании крупные делают очень качественно особенно у которых есть там вендоры там видео есть там все дела нам даже к ним приблизиться не дают так что имейте ввиду вот эти вот способами я думаю крупной компании не занимать их бренд и так известен бренд забил у них товар вылез они уже как магазин наторгуют так что не надо рассчитывать ни на один инструмент ни на пейперклей ни на этот ураган там или еще как то по-другому не на раздача все хорошо работает в совокупности плюс естественно надо создавать фундамент потому что при выборе товара это первый ваш фундамент и первый кирпич потом соответственно листинге все остальное то вторые и третьи кирпичи а это уже мой инструмент который нам просто помогает потому что многие привозят товар и уже денег нет ни копейки ни на чё какой смысл вообще-то привезти товар мы что-то занимаемся перевозками товара или хранением товара если люди хотят заниматься хранением товара да купил товар привез положил на склад амазона и платишь за услуги амазона все вот он стал логистом он не продавец если тебя не научили торговать и что делать для этого ну значит и ты логист ты нашел способы доставить товар из пункта в пункт б и там еще хранят хорошо так что в принципе вот так если что интересует по любым вопросам обращайтесь пообщаемся скайп скайп мой в шапочке грудь были вопросы по поводу немецкого амазона чуть чуть ниже в принципе история точно такая же вы даете нам немецкие фразы мы двигаем то есть все очень просто александр бесчастнов я с владимиром ир отлично знаком он не зря в группе все это делает потому что мне самому товары продвигал никто и не спорил я еще раз говорю полно достойных людей которые этим занимаются каждый выбирает свой вариант и мы с ним общались по этому поводу продвижения как раз большого количества ключей он не может это делать он может продвигать суперсложные ключи и он может прыгать любые ключи но продвигать много ключей не получается потому что у всех программы у всех техника у всех все по-разному вот из-за этого тут и разговора нет выбирайте я принципе я знаю даже знаком как он это делает он мне 10 раз объяснял правда я бестолковый вот ничего не запомнил но любом случае то что я разрешаю группе рекламира только тем кто во первых что-то дает группе что-то дает мне например каких-то ситуациях помогает а например срочно выручить там и я также помогаю то есть займа выручка должна быть какая плюс я должен понимать что этот метод действительно рабочий это не аферизм и это действительно что такое уникальное качество не одно и то же я индусам не даю здесь себя рекламировать но зачем они нам нужны хотя они вполне возможно может обалденно все делают и лучше нас вот так что никаких проблем нет можете с владимиром пообщаться он вам может тоже что-то расскажет интересное к сожалению то у нас на этих не может присутствовать на лайвах мы с ним давно бы это организовали в принципе должны были организовать просто у него во владивасоке время немножко другое не как у нас очень сложно ему это надо в обед выходной какой-то проводить может как-нибудь проведем он расскажет про себя так следующий вопрос от валерия мурашка если заработать 12 средних ключей они потянут рейтинг высокочастотных так и есть они не совсем они рейтинг подтянут то есть amazon если у вас заработают хорошо 12 ключей и пойдут продажу рейтинг они подтянут но высокочастотники они на первую автоматически не выведут нет автоматом не выведут просто это называется конверсия если у вас конверсия будет нормально повышаться будет вот тогда естественно будет подтягиваться все из-за этого даже когда мы продвижением занимаемся у нас тактика такая мы через раздачу продвигаем низко средние частотники а лестинг затачиваем на высокой частотнике то есть амазона показывает что с товар неплохо классно продается по этим ключам неплохо было бы его показать по высокочастотным запросам то есть вот тактика у всех своя из-за этого и говорю листинг должен быть заточен как нож то есть жать срезать можно по-разному но лучше острым ножом это дело чем тупы следующий вопрос владимира чтобы насобирать ключевиков по которым точно есть продажу это только пи-пи-си принципе я вообще для себя пользуюсь автоматом то есть не то есть тоже paperclip но автоматический не мануальные когда ты вбиваешь сам фразу я люблю когда amazon сам не предлагает какие-то фразы я по ним уже отбираю то есть вот если запустить тот же автоматический paperclip на неделю ты через неделю выкачал отчет посмотрел в этом amazon будет 40 выдавать ключей 10 у кого-то там 20 ты посмотришь по ним и поймешь где у тебя есть клики где у тебя есть показы где у тебя в принципе есть и могут быть проданы на сколько релевантный к своему товару выдаст ключи 7 дней умножить на 30 долларов 210 долларов и не факт что будет продажа факт что ты точно их можешь потратить так что много всяких моментов и уж тем более ты не будешь на первой странице так что paperclip это глобальный такой инструмент который им надо уметь пользоваться тонкости продвижения нигде нет просто даете задание мы его делаем вам голову сбивать смысла нет а по поводу продвижения уже говорили оптимизируйте правильно листинге вот и все тонкости вот а если вам интересно именно вывод на первой странице это не продвижение это просто вас выйдут на первую страницу и будут там искусственно держать так же как и paperclip вы заплатили денег вас поставили на сутки там на час на 10 часов на первой странице вы деньги кончилось у вас цена за клик там я не знаю 5 долларов вас больше на перс не показывает мы вас поможем вам чтобы показывались на этих страницах гораздо дольше чем paperclip есть тонкость вот то что я говорил что иногда товары из бьюти когда вбивают какую-то там кранскую для волос автоматически она не отображается от партнется отображается категории бьюти вот это единственная тонкость тонкость выдачи ключевого запроса то же самое товар для взрослых все то же самое да мы просто это самое ваша задача чтобы дать задание саш пиши вопросы ответим владимир какая стоимость я сейчас перемотаю назад ну в любом случае сейчас видео посмотрит будет все видно что и ты и и и и Как раз бы об этом мы все уже рассказали Тогда надо в записи смотреть Если вкратце, вихрь не дает гарантии Он просто крутит ваши товары Почитайте мелким шрифтом Это по поводу лучше Что такое гарантия 100%? То, что вас выведут и будут держать 10 дней Если вас не выходит, вам возвращают не все деньги А пропорционально невыведенному товару Если вы заказали за 200 долларов Высокочастотник, да, вам вернут 200 долларов Если из нас слово идет 6 Вы вернете деньги за все Нет, конечно, за все не вернут Вернут ровно, пропорционально, работу делали На 200 долларов Это сколько штук? Высокочастотников 1 Как вы определяете частотность? Ни один из сервисов не показывает адекватно Но мы на глаз и определяем Мы намного круче сервисов Так, что значит 10 дней держим? То, что вы находитесь На первой странице 10 дней То есть крутите ровно 10 дней Да, крутим ровно 10 дней А если на 11 день позиции слетят Ну, это значит слетят Значит, у вас такой лисинг обалденный Или вы гарантируете, что слова продержатся 10 дней 10 дней они продержатся точно После этого мы оплачиваем за услугу А дальше, что будет с лисингом, мы не знаем Потому что все зависит от многих факторов Я думаю, что никто не знает А что дальше? Это цены за месяц Это первоначально Это цена за вывод А потом она же и абонентская плата Да, вы не надо это самое А условия Условия той компании Транслировать сюда Здесь конкретно надо посмотреть видео Как раз разговоры есть Условия достаточно простые Это 10 дней на первой странице Высокочастотники стоят 200 долларов 1 А низкочастотники, среднечастотники 12 400 долларов Все Вот и все В принципе, большая рельс нет Из-за этого вихрь тема отличается от урагана, грубо говоря Это небольшой стек, если кто понял, конечно Может кто-то не понял Ну, я уточню тогда Вот Так что, в принципе, все Если вы не чувствуете разницу Тогда, в принципе, сложно сказать Денис, да Просто понимаете 10 дней точно С гарантиями А там вас будут крутить Две недели Крутить Где вас крутить будут И на чем, я не знаю Вот Накрутят вас Перекрутят Я не знаю Я знаю Я за все это время разговаривал Около 10 человек Наверное Только один был доволен На 100% Все остальные были недовольны чем-то Ну, может быть, после нашей работы Мог быть тоже чем-то недоволен Но Здесь четко прописаны критерии Четко Пообщаемся Если нет Я думаю, тогда час Мы достаточно быстро все рассказали Тут ничего такого нового нет Все, в принципе, понятно Я думаю, кто хотел, все услышал Ждем пару минут Вопросиков И по домам Как понять в Англии Какие слова высокочастотные В принципе, мы изначально ориентируемся на Штаты Все то же самое В Англии Та же история Можете просто брать Мерчантворд штатовский И там спрос В принципе, плюс-минус такой же И конкуренция такая же Да, да, да Просто пропорционально все меньше Еще раз говорю Чем больше заказов Тем, соответственно, себестоимость падает То есть, как бы тут уже На данный момент заложили такую себестоимость По спросу и предложению Хреккин, да, ураган, так и есть Но в любом случае Я тоже так считал Я не знаю Я обычный продавец Я ищу то, что мне конкретно надо Вот Из-за этого мы Вот такой формат я и предлагал Долго искал Вот его сделали Проверили Все работает И люди деньги зарабатывают И мы получаем результат Больше Как лучше Найти высокочастотники Но это никакого отношения Не имеет к PPC PPC показывает Трафик, откуда идут продажи Они не показывают Высокочастотники Высокочастотники Показывают у нас косвенно Там всякие Сервисы типа Мерчантворда Вот Но это уже такая ситуация Сами уже смотрите Я Мерчантвордом пользуюсь Как справочной информацией Много аналогичных сервисов Там Ищите Думайте Смотрите Кому какой нравится Я Мерчантвордом пользуюсь Мне просто удобно Но Это не обязательно Вот А так На самом деле Ну В любом случае За мою историю Я продвинул Немного слов Ну Может быть Там под сотню Не более того Я этим профессионально Не занимаюсь Я больше продвигаю людей Именно В комплексе Вот И мы очень Часто Просто не доходим До этого продвижения Потому что Оно не необходимо Нет необходимости в нем Вот Потому что Все и так сделано нормально Так Проблем никаких нет Но Надо иметь в виду Что Все это надо делать И ситуация бывает разная Бывает Лисинге заточено Уже все нормально И к нам обращаются Просто люди Которые действительно Просто вывалились В авто в сток У них есть история Пейпер клика Они знают все свои ключи Они естественно По пейпер клику Выставляют этот товар Чуть-чуть его продвигают Чуть-чуть раздают И немножко пользуются Нашими услугами Ну PPC пожалуйста Посмотрите У нас есть ролик На 2 часа Там Ну так подробно Рассказы Ни в одном платном курсе Так столько данных нет Просто тоже В лайве зайдите Или в твиттер Ко мне зайдите Там все лайвы есть Или на Фейсбук страницу Ну вот Там есть вся информация Я сейчас закрепил сверху Там Текст Почитайте Там все подробно написано Сергей говорил о трех Ну я думаю На сегодня достаточно Так что Всем спасибо Надеюсь Мы дали какую-то Дополнительную информацию Дополнительный инструмент Который может быть Воспользоваться На будущее Всем хороших продаж Работаем Дальше Все лучше И лучше Пока Всем пока До связи Субтитры сделал DimaTorzok